Курильщику, видимо, очень трудно понять некурящего. Поэтому подобные антидабачные рейды подчас вызывают даже недоумение со стороны курящих прохожих. А уж владельцев кафе и вовсе раздражают. Про федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма они, видимо, и не слышали. Вот одно из кафе на улице Новогинской. Здесь отдыхают с семьями, мамы с колясками, тоже посетители заведения. А на столиках пепельницы. Зачем и для кого? Оказывается, есть для кого. Слушайте, вы какой молодец. Я курю, но я согласен с этим правилом. То есть вы нарушаете целесообразность? Да, я разрешу. Вам разрешено. А вы знаете, что в Сочи свободное от курения и включая эту улицу? Вас, честно говоря, сейчас нужно поставить, мы сейчас пойдем разбираться. Но разбираться не с кем. На разговор с активистами менеджер кафе так и не вышел. И пепельницы со столиков никто не убрал. И это несмотря на то, что активная борьба с курением Сочи ведется вот уже шесть лет. В 2010 году в нашем городе была принята хартия «Сочи. Город без табака». Сейчас лето, гостей курорта, конечно, очень много. И мало кто из них знает про антитабачный настрой горожан. А вот правильно то, что я сейчас вдыхаю ваш дым, люди проходящие мимо вдыхают дым, это правильно? Не думают об окружающих, не думают о себе и о будущем поколении. Курящая девушка сегодня совсем не объект для осуждения. А врачи тем временем утверждают, что нынешние сигареты действительно опасны для здоровья. На самом деле человек курящий сейчас не знает, что он курит. Является ли это изделие табачным изделием, или это изделие, напичканное какими-то другими веществами. Потому что как раз и не пишут на коробках истинные значения, истинные названия, вернее, тех веществ, которые содержатся в сигаретах. Называют это смолами и так далее. Каким-то общим словом. Согласно антитабачному закону, за курение в общественных местах полицейскими должен выписываться штраф. Сочинские активисты пока только своим внешним видом и силой слова. Вот уже несколько лет борются с курением в парковых зонах и на пляжах. Отдыхающие отмечают позитивные изменения. Да, меньше курить стали люди. Больше спортом люди занимаются, даже замечательно. В этот вечер нашей камере действительно повезло. Курильщики не попадались так часто в объектив. Уже проделана большая работа администрации города. Это уже не первый рейд, который проходит антитабачный. И действительно, работа проделана. И люди увидели, что надо беречь свой город. Надо стараться, чтобы был чистый воздух. А некоторым молодым людям активисты буквально не давали закурить, увидев сигареты в их руках. Правда, они повозмущались, зачем их снимают и сказали, что курят в специально отведенных на пляже местах. А таковых зон здесь немало. Группа участников акции «Мы за чистый воздух» поверила и пошла дальше. Бороться за права тех, кто любит жизнь не в сигаретном дыму. Гелена Всецна, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.